Девушки отдыхают Всем привет, ребята, с вами братуха, сегодня 21.43, пятница, 25 мая, 19 градусов тепла, ясно, братуха, на телефоне, ибо только телефон смог перевести англоязычную страницу на русский язык, почему-то компьютер мой отказался всё это дело переводить. У нас вышла новая статья в роботсе, как сообщает автор Ленф, новая карта Рим, красивая картинка, что же в этой карте интересного, давайте посмотрим и почитаем. Пишется в этой статье, мы поговорили с нашим ведущим художником, дизайнером Михаилом Вовком, когда он рассказал множество подробностей о новой карте в Риме. Могут ли роботы сражаться в Колизее? Какова карта и настоящий Рим? И что особенного в Риме? Что мы выбрали его среди всех других мест? Пусть эта дорога приведёт нас в Рим. Примечание. Мы ожидаем, что Рим войдёт в игру в одном из ближайших обновлений 4.0 или 4.1. Я, в принципе, ребята, не сомневаюсь, потому что обновления с каждым разом всё интереснее и интереснее. От огромного океана до Италии. Чего мы должны ожидать от Рима? В отличие от карты Carrier, наша предыдущая карта... Рим не является чем-то принципиально новым. Это карта Арены. Среднего размера, тип карт, хорошо известных и любимых нашими игроками. Так же, как Мёртвый город, долина или луна. На самом деле, приятно, ребята. Я не полностью поиграл в карте Рим, не полностью охватил её красоту. Я обязательно исправлюсь, обязательно досконально посмотрим эту карту. И это очень классно, что она такая же средняя, как Мёртвый город, долина и луна. То есть, большие карты Springfield, Каньоны или Ямонтау уже поднадоели. Настройка ближайшего будущего, но на основе реального и очень известного места. Ребята, я сразу хочу вам сказать, что... Вернее, не сразу, но спустя время я хочу сказать, что это неточный перевод. Так что не тролльтесь, а не тролльте автора. Это перевод Гугла. Вот. Если вы посмотрите на карты Гугл, вы увидите те же здания или схемы дорог. Так что пилоты, которые хорошо знают Рим, определённо будут чувствовать себя как дома. Здорово, ребят. Действительно, если... Я так и понимаю, слева вот она картишка. Карта слева. Это настоящий Колизей. Справа дома я вижу. Ага. И тут у нас то же самое, обратите внимание, да? То же самое почти расположение дорог. Здорово. Действительно, да классно. Вообще классно. Реально классно. Здоровски. Круто. Круто. Молодцы. Просто молодцы. Вот. Определённо будут чувствовать себя как дома. Почему Рим? Были ли другие варианты? Распознаваемая карта. Основанная на реальном месте с замечательной достопримечательностью. Например, мы думали о Париже, Голливуде или Вашингтоне. Но я сам был в Риме и чувствовал, что это идеальная карта для военных роботов. Ребят, действительно классно. И действительно, во-робот может... Не знаю, насколько он может там. Ну, вроде, на правовых условиях, наверное, может использовать Эйфелевую башню. Или Статуи Свободы, или Пензасскую башню в своих картах для боёв. Для наших боёв. Это было бы действительно классно. Побывать и посмотреть это со стороны. Поучаствовать, побегать рядом с Эйфелевой башней. Это было бы классно. Действительно, я рад, что они думали о Париже, Голливуде и Вашингтоне. По поводу Голливуда я бы не сказал бы, что карту можно шпилить и Вашингтон тоже. А вот Париж и Нью-Йорк можно зашпилить. Очень жду. Разработчики молодцы. Классно, здорово придумали. Ну, придумают, если там будет Париж, Пензанская башня, например. Ладно, поехали дальше. Кроме того, это кажется... Извините, я одеваю. Кроме того, это кажется очень символичным. Карта Арены. С самой известной ареной в центре. Раньше мы никогда не использовали европейские городские пейзажи. И это определенно делает Рим уникальной картой. Согласен, ребят, это действительно классно. Что особенного в этой карте? Одной из главных особенностей Рима является развитие города. В центре карты есть большая конструкция, колизей. Вокруг которой почти нет обложек, только с одной стороны. Это сделано специально. Колизей можно использовать как большое убежище. Ну, в принципе, да, ребят. Мы помним, я помню это убежище. Даже есть места, куда можно, наверное, запрыгнуть и вести бой сверху. Было бы здорово. Играя в команде, вы можете эффективно защищать этот момент и защищать все входы и выходы. Это позволило нам сделать меньше покрытий с одинаковым уровнем защиты. В свою очередь, по краям много укрытий. Существует даже небольшой лабиринт с плотным развитием, который идеально подходит для любителей ножей. Да, ребята, действительно, я хочу вам сказать, что справа мы видим, вот он как раз и есть, справа у нас лабиринт. Вот справа от колизея этот самый лабиринт, где, как на Детс Сити, дома и там действительно любители ножей могут воевать. А слева более такая вот кемперская позиция, фуры на Зевсах и Трибучи на Трибучетах. Так, действительно, все правильно подмечено. По краям много укрытий. Что-нибудь еще круто на карте, кроме колизея? Ну, наверное, перевод неправильно, а что-нибудь еще крутое на карте, типа, есть? Рядом стоит арка Константина, покрытая защитным стеклом. Рядом стоит арка. Не вижу я ее. Ну, да ладно, я вообще не знаю, что такое Константин. Покрытая защитным стеклом. На заднем плане игроки могут видеть панораму Рима. Вот это вообще классно. Да, вот там вдалеке, ребята, это действительно Рим. Это классно, но с футуристическими элементами. Стены, здания, а даже станция метро, которая намекает на связь с остальной частью города через общественный транспорт. Реально здорово, ребята, посмотрите, там панорама Рим. Как вы знаете, на карте Ямонтао есть проблема, проблема Луны. Эта Луна, ребята, она превращается в яйцо, если ворочать камерой. И Луну подвести к правому верхнему углу или левому. Здесь, надеюсь, ничего не будет расплываться, но потом надо будет как-то проверить. Мы хотели показать элементы старой архитектуры, и в нее вписывался футуристический стиль. Как большие цифровые экраны или круговые проекции, летящие в воздухе. Так же, как в серии Деос-Экс, например, где естественная перестройка старой архитектуры Праги и современных элементов. Общественный транспорт, старая архитектура нетронутая. Кажется, что война затронула Рим гораздо меньше, чем мертвый город. Почему так? Так, да, вопрос имеется в том, что война наших роботов вообще тут, в принципе, ведется, наверное, в первый раз. Как бы я, ребята, сказал бы, что, например, в Женьшень. Карта Женьшень и карта Спринфилд, например, тоже, я бы сказал бы, что ведутся в первый раз. Там войны, интересный вопрос, конечно, зачем они его задали. Ну что ж, большой вопрос, действительно. И есть фактическое объяснение этому. Как и Женьшень, Рим во время войны охранялся защитным куполом. А, ну, короче, понятно. Все повреждения, которые вы видите на карте, были результатом битв роботов внутри города и паники среди людей. Спокойной ночи. Кстати, сам Колизей был перестроен. Вы можете видеть проходы для роботов, которые выглядят не как отверстия в стенах, а скорее укрепленные записи. Позиции, наверное, скорее всего, какие-нибудь позиции, да, там опускаются. Ну, вообще, чисто говоря, прятаться в этом замкнутом пространстве и ждать, пока тебя накроет ядерная бомба, это не очень хорошо. Так что, да, вечный город остался неразрушенным и все еще стоит. Ну, я бы сказал бы, что, действительно, ребят, это хорошая отмазка, типа, почему город не тронутый. Но неужели только про это стоит отвечать, как бы? А почему, например, расстояние не объяснили? Какое расстояние? Где тысяча метров, там, пятьсот метров, шестьсот метров по диагонали, шмаляли? Симметрично ли находятся маяки? Доходить с одного места до другого позволяет или не позволяет? Вот, например, посмотрите, ребята, этот маяк, который находится на, не знаю, на какой точке, но вот этот маяк, как вы видите, его можно захватывать, например, забежав справа за это здание, да, то есть за этот кругляшок. Забегаешь и захватываешь этот маяк. Спокойно. Переносимся на более симметричный. Как вы видите, за тот здание перебежать нельзя, то есть в любом случае, если будешь стоять справа от маяка, то ты будешь получать, можешь получить люлей. Что в этом маяке? Нет, ты можешь спрятаться. Это уже, ребята, не айс. Здесь справа, вот этот маяк, но, скорее всего, ребята, он может быть симметричный. Ну, вообще, карты должны реально симметрично рисовать. Здесь у нас какая-то рекламная ниша, что-то светится, короче, реклама. И тут тоже посмотреть, тоже не абсолютная симметрия. Например, справа домов больше и длиннее, а слева меньше и косее. Ну, не знаю, может, я придираюсь? Ну, вот так вот, ребята, и получается. Давайте посмотрим комментарии. Комментарии у нас на английском. К сожалению, я почему-то не могу... А, вот. Перевелось всё на английский. Я говорю, блин, на русском перевелось на английский, а на самом деле с английского на русский. The Big Drop. Ну, ясно пенится, все не русские товарищи, игроки. Я действительно впечатлён римской картой. Вы превзошли мои ожидания от более ранних тестовых серверов. Сочинание старого и нового, древнего, современного, свежего действительно хорошо сделано. Рим устанавливает стандарты как для замка, так и для карты мостов, но для достижения последних штрихов. The Big Drop, скорее всего, какой-то разработчик и специально написал такое интересное заумное сообщение. Да, молодец. Вы превзошли мои ожидания от более ранних тестовых серверов. Да, ребята. От более ранних тестовых серверов. Я влюблён в вид на карту. Я тоже, кстати. Удивительная карта, которую я не могу дождаться. Мне нравится, как старый смешивается с новым стилем, который придаёт ему вид лезвия. Одна из лучших карт с точки зрения внешнего вида и деталей. С нетерпением жду этого. Согласен, Терри Эндриан. Я абсолютно с тобой согласен. Я помню, когда переделывали карту Ямонтау, я просто-таки визжал от восторга. Насколько она была красивой. На тот момент её переделали в хорошую карту. А-а-а-а. Сейчас по жопе надаёт кому-то. А-а-а. Вот эту карту так вообще детализировали, и действительно будет красивая. Привет, друзья. Отличная игра. Я хотел бы внести некоторые идеи, которые я не знаю. Хе-хе-хе. Насколько это возможно? Вы представляете мир, на который влияют взрывы. Когда часть зданий ухудшается при каждом взрыве. Деботы, чтобы взорвать падающие фрагменты далеко, также был... Так, понятно, какой-то бред. Мне нравится концепция, и в Риме это должно быть очень весело. Надеюсь, обновление придёт очень скоро. 4 июля, 4 июля. Теперь у меня есть гвоздь. Ожидающий это действительно классной карты. Да. Ну, в общем, все поняли, да, что карта действительно это классная. Рим. Здоровская картишка. Она основана на реальном месте. Это прикольно. Действительно классно. Вообще здорово. Будем ждать эту карту на боевом сервере. Я надеюсь, она будет более честной, чем, например, карта Спринфилд. В плане маяков. Потому что вот последние карты, они вот как раз вот PowerPlanet, и даже PowerPlanet, она симметрична. Только там респ не симметричен. Ну, бывает, некоторый респ. Ну, и, в общем, ну вы поняли. Ну что ж, ребята, с вами прощаюсь. Идите на warobots.net, читайте эту статью сами, посмотрите на эти картинки, скриншоты и так далее. Вот, скачать изображение можно. Прикольно. Карта Рим, ребята. Всем спокойной ночи. Подписывайтесь на канал, ставьте лалки, дизлалки, оставляйте свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. Пока-пока.